Ребята, всем привет! Меня зовут Денис, я живу в Солнечной Греции, введу свой влог. Кому интересно, подписывайтесь на канал, рассказываю, показываю все, как оно есть, без розовых очков. Так что присоединяйтесь к каналу, кому интересно, кто хочет переезжать, с какими трудностями мы сталкиваемся, ну и вообще, как мы проводим время. Сегодня хочу ответить на ваши вопросы, потому что много меня спрашивают, во-первых, за море, какая температура воды, можно ли купаться, можно ли загорать в мае, да? Смотрите, друзья, тут такой фактор, все зависит от погоды, какая будет погода. Если начнутся дожди, соответственно, вы не позагораете, будет холодно и вам будет некомфортно. Сейчас вода, температура, как видите, да, сейчас утро, ранее, я искупался. Вода бодрящая, прохладная, то есть на один заплыв, где-то, ну, до трех минут можно, да, покупаться и выйти, наслаждаться солнечными лучами. Вот. Какая погода вечером? Вечером, друзья, бывает такое, что все знают, что в Греции очень большая влажность. И, допустим, под вечер уже может быть прохладно, так что берите с собой какие-то спортивные костюмы, кофточки легенькие, на всякий случай. Может быть, не пригодится, но все равно. Вот. По поводу апартаментов, цен и тому подобное. Вы знаете, я не прохожу все апартаменты, не спрашиваю, не юзаю интернет, не сравниваю цены. Но я скажу так, по городу Салоники, да, по квартирам, по квартирам. Квартиры выросли в цене. На сколько процентов, не знаю, но, чтобы вы понимали, сейчас сдают однушки, да, студия с одной спальной комнатой. Это район 350 евро. Вот так, в центре города, поблизости центра города. Если же вы будете искать там уже чуть-чуть подальше от центра города, в пригороде, допустим, будет та же самая цена, просто может быть у вас двухкомнатная квартира. Вот. Все зависит от ваших потребностей, что вы хотите от квартиры. Квартиры есть старые. В центре города постоянно старые квартиры. У них не будет, может быть, лифта. Вот. Вам придется пешком подниматься. Вот. Очень много встречается, что с деревянными окнами, а не с металлопластиками. То есть, от этого зависит ваша цена и ваш комфорт. Есть ли там большая ванная. Вот. Или душ вообще стоит. Вот такого вот плана. Еще что задают мне? Задают такие вопросы. Как с едой? Как с бензином? Друзья, все подорожало. Это, чтобы я не отвечал, не писал каждому сообщение. Поэтому я снимаю. Прям сейчас я этот ролик выкину маленький. Все подорожало, друзья. Халкидики и так вы знаете, что это курортные такие полуострова. Тут всегда цены завышены. Еще спрашивают за меня за авиабилеты. Друзья, я не знаю. Я не авиакомпания. Я не смотрю эти билеты. И вы все летите с разных стран. Так что можете не задавать таких вопросов. У вас есть интернет, гугл, помощь. Заходите туда, смотрите, бронь. И так же самое на апартаменты. Потому что апартаменты, цены меняются. Вы, допустим, можете заказать на начало мая. У вас будет 500 евро. Я приблизительно говорю. А на 15-е, либо 20-е мая. Может быть уже 700, 800 и 900. То есть тут такое дело. Все смотрите, узнавайте через интернет, через все эти компании. Как они цены эти распределяют, неизвестно. Но знайте. Август. Август самый дорогой месяц в Греции. Потому что у всех греков начинается отпуск. Тут сесть практически негде. Все забито в том году. По тому году я сужу и рассказываю вам. Вот. Поэтому кто собирается в августе ехать. И жарко, во-первых, очень. Не погуляешь. Днем очень жарко. И вечером, если вы хотите покушать. Либо же днем отдохнуть на пляж. Это будет проблематично. Потому что вся набережная забитая людьми. Посмотрим, что будет в этом году. Буду держать вас в курсе. Ну и вы знаете, что делать, друзья. Подписочка на канал. Лайки. Комментарии обязательно. Ну и до новых встреч. Всем пока.